здравствуйте меня зовут алексей красиков добро пожаловать на портал невроза мегаполиса в данном видеоролике я бы хотел ответить на один вопрос а точнее точнее посвятить это дистанционному курсу много вопросов я вижу на спрашиваю много вопросов в контакте и в электронной почте по поводу папа просят поподробнее рассказать что там есть кому подходит что вообще делает и не делает надо не надо давайте немножечко поподробнее я попробую рассказать на чудо что я сделал значит я снял видео поставил на заднем фоне флипчат и сделал нарезку больших видео лекций с большим количеством материала который посвящен вегетососудистой дистанции панической атаки о том как это происходит почему основные упражнения по работе с панической атакой основные упражнения по работе с агорафобией с избеганиями с вегетативными напряжениями и так далее и записал все это на 2 9 диска вот так это выглядит и сделал еще дополнительно туда методичку с упражнениями для панической атаки для агорафобии с табличками и так далее вот это диск который является первой частью он обязательный для тех для всех чтобы понимать почему у вас возникают тельные телесные симптомы как с ними работать какие есть упражнения и так далее это образовательный называется теория практика затем я также взял опять же записал лекции опять же на 2 9 диска и назвал их поиск анализ внутреннего конфликта здесь представлена когнитивная концепция терапии над работой над базовыми убеждениями над работой над мыслями и эмоциями реакциям поведением это более системная работа требующая от вас введения дневников введения когнитивных таблиц или введения упражнений проработка собственных мыслей эмоции и так далее и поиск анализ внутреннего конфликта точка начала заболевания и начала внутреннего конфликта и как все происходит вот это записано на вот этих вот носителях да когда вы делаете заказ вам в руки приедет именно в посылке с курьером в пакете именно вот эти два dvd упакованные запакованы внутри которых будут диски методички вот этот материал записан на этих носителях помимо этого когда вы делаете заказ вам сразу автоматически через некоторое время будет выслана пять вебинаров по три часа каждый который посвящен опять же вашей проблеме это работа с симптомом это работа с панической атакой с агорофобией с навязчивыми мыслями ритуалами и поведением это первый вебинар который обязательно нужно посмотреть и делать согласно плану второй вебинар это работа с мыслями и эмоциями тоже трехчасовой третий вебинар это социофобические проблемы потом вебинар секс и половое влечение и психоанализ и психо и поиск анализ внутреннего конфликта с плоткиным вот когда вы делаете заказ сначала вы начинаете работать в вебинарах с материалом из вебинаров который вам придут пришлет сразу на почту пока к вам идут вот эти вот штуки а когда уже к вам придут эти штуки если вы правильно все делаете по вебинарам дополнив этими методическими пособиями вы собственно говоря и получите то что вы хотите теперь что вы можете получить и что получить не сможете безусловно это материал что 18 часов вебинаров что здесь это не личная терапия с человеком один на один но тревожно фобические расстройства такие как паническая атака горофобия навязчивые мысли ритуала поведение она во многом основана на незнании она во многом основана на проработки именно упражнений а именно на стратегии на плане работы над этой проблемой и я могу и как я это делаю много лет я же не присутствую в жизни человека понимаете мы с ним общаемся только дистанционно часто вот так вот как я сейчас с вами я ему объясняю и даю задание объясняю и даю задание он это услышит идет и делает вот на этих вот дисках и на вебинарах я точно так же объясняю и даю задание ваша задача только следовать плану и понимать то что мы обсуждаем таким образом вы можете абсолютно точно перестать испытывать панические атаки бояться их возникновения на расширить круг своего передвижения передвигаться более-менее свободно и комфортно без страха там чего-то такого если этот страх и будет вы будете к нему относиться естественно вы поймете как вызывается вегетативные реакции так или иначе с чем они связаны вы получите комплекс упражнений по работе с телом по работе с эмоциями с мыслями и начнете понимать что на самом деле что что с вами происходит не является проблемой какого-то телесного характера вы начнете анализировать свои эмоции вы начнете понимать свои мысли почему я сейчас испытываю это а почему я сейчас испытываю то, а что сейчас со мной происходит. Вы начнёте более ответственно подходить к собственным мыслям, к собственным эмоциям, и возьмёте на себя, в себе в руки те самые вожжи, которые называются ваши эмоции и мысли, которые потом, в свою очередь, диктуют ваше поведение. Вот когда у вас этих вожжей нету в руках, и ваши эмоции и мысли разлетаются по голове и делают страшилки, тогда и возникает та самая тревожно-фабическая симптоматика. Вот это мы посвящены, 5 вебинаров и DVD-блог. Это очень хороший материал, я слишком уважаю своё мнение и свою репутацию, чтобы говорить вам публично о том, что 5 вебинаров и этот DVD способен работать с панической атакой, с агорофобией, с навязчивостями, с тревожно-фабическим расстройством хорошо. Очень важно, чтобы вы это не послушали вот так, ага, и чё, ну и чё, я не исцелился, а пошли и сделали то, что нужно делать. Вот это очень важно. Если вы не будете делать то, что нужно, неважно, покупали ли вы вебинары или DVD-курсы, или работали со мной лично, или работали с кем-то за 5000 в час, разницы не будет никакой. Не будет эффекта вообще никакого. Потому что вы не понимаете, что про вопрос не в том, сколько вы платите и в какой форме это выглядит, а вопрос в том, насколько вы ответственно относитесь к тому, к той информации, которую вам дают, и к тем заданиям, если мы говорим про когнитивно-поведенческую терапию, которые нужно делать. Потому что рефлексы, навык, работа над мыслями и эмоциями – это системная работа, которая требует от вас именно ответственности и понимания степени ответственности за то, что происходит. Ну и пользуясь случаем, хочется вас опять же пригласить на вебинар 2 марта. Я думаю, что я сейчас вот эту концепцию, которая будет 2 марта, я ее сейчас рассказываю своим студентам в группах и частным клиентам. И все говорят, что Леша, рассказывай, не пожалеешь, и люди будут очень благодарны, потому что она очень многих людей меняет понимание в голове о том, что такое депрессия, что такое мысли. Ведь эта концепция не только будет о депрессии, о том, что такое депрессия, как мы в нее приходим, уходим и выходим, а о том, почему мы все разные, почему кто-то так реагирует, а кто-то иначе, почему нас так тянет к каким-то людям в нашей жизни, и какие-то люди нам прям вот срут постоянно каждый день. Мы стараемся, 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 они все говно, херня. Почему так происходит? Что с этим можно делать? Что такое депрессия? Как мы из нее можем выходить? Почему антидепрессанты делают нам лучше? И как можно, в какую ловушку мы попадаем? И что можно на самом деле создавать этот антидепрессант сами? Дофамин и серотонин регулируются нами. Мы сами это можем делать. Не он нами регулирует, а мы создаем палитру определенную, которая отвечает за обмен серотонина и дофамина. Не кто-то там что-то, а мы. Соответственно, это очень важно. Тут же вы получите сразу ответ, как решать внутренний конфликт. Вы помните от меня фразу постоянно? Внутренний конфликт, столкновение, невозможность его решить. И у меня там сотни писем. Знаете, как это выглядит? Здравствуйте, Алексей, я решаю и ищу свой внутренний конфликт. Как этот, знаете, как, я не знаю, сварщик какой-то, который постоянно что-то пытается. Вы не сможете ничего понять, если у вас спектр эмоционального реагирования и спектр мыслительного процесса вот только вот такой вот. Понимаете, вот с детства вы привыкли вот так вот. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Какой выход? Какие тут решения? Вы вот так привыкли. Моя задача сделать так, чтобы вы научились вот так жить. Не вот так. Вот здесь вот, вот здесь. Вы не можете внутренние конфликты решать, потому что у вас нет варианций на тему, как их решать. Моя задача сделать так, чтобы вы были разнообразны. И это еще не все. Это маленькая часть палитры. И вот техники, которые помогают вам не входить в депрессию, которые помогают вам не получать панические атаки, которые вам помогают смотреть на любые жизненные ситуации, которые помогают, естественно, поэтому и решать внутренние конфликты, я и буду рассказывать 2 марта. Я надеюсь, что вы ко мне присоединитесь. Это будет действительно очень полезно. И это многим поменяло мировоззрение к лучшему. И вы поймете, что вы живете, на самом деле, немножечко не в том, не в той эмоциональной плоскости, в которой привыкли. И я уверен, что вам этот вебинар очень поможет. Так же, как DVD-диск и вебинары предыдущие. В идеале, если бы все это вместе, вкупе бы посмотрели. Когда я в 2007 году сам прошел через панические атаки, через невротическую проблему, у меня этого не было. Все, что я вам рассказываю, выглядит таким образом. Есть психологи, которые читают лекции так или иначе публично, и выглядит это в основном, знаете, как... Человек прочитал одну книгу, прочитал вторую, третью, выписал какие-то тезисы из книг и рассказал это на камеру. Я так не делаю. И именно поэтому мои видео во многом и отличны от других. Почему? Объясню. Маленький секрет. Когда вы работаете с двумя-тремя людьми в неделю, используя академические знания, это одно. В моей практике я руководствуюсь следующим. У меня примерно 70 групповых студентов и примерно 15 индивидуальников. То есть, около 85 людей в неделю я пропускаю через свою голову. С каждого человека ссыпается некий осадок. Некий остаток, исходя из анализа, из его причин внутренних конфликтов, из его отношений с родителями. Представляете, 85 человек каждую неделю ссыпаются в такой плотный осадок у меня вот в голове. Именно этот плотный осадок из большого количества людей и позволяет мне создавать именно те концепции и те упражнения, подбирать им те слова, вам подбирать те слова, вам подбирать те метафоры, которые не просто придуманы кем-то, хрен знает кем в книге, а это вы, потому что 85 человек, с которыми я работаю, это и есть вы, это и есть средство общества. И это взято не в книге умного дяди, который там что-то придумал, это взято у вас. Вот это очень важно. Поэтому все вот эти концепции и техники, и упражнения, они наполовину заставляют академические знания, наполовину это как раз тот самый осадок практически из моих клиентов, если вот так, по чесноку. То есть это осадок того, как было у Васи, у Пети, у Маши, у Жоры, ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. И все это выпало в такой большой плотный осадок, который можно систематизировать по жалобам, по вариантам. Именно поэтому у меня и получается, как многие во всяком случае говорят, объяснять сложные вещи простым языком, потому что я исхожу из понимания человека уже исходя из опыта этого остатка. То есть я беру этот остаток в своей голове, понимаю, как это обычно происходит, и говорю, ну, объясняй. И он говорит, слушай, откуда ты это знаешь? Потому что именно вот возможность сработать с большим количеством людей и дает тебе вот этот вот осадок в голове. Многие психотерапевты не могут сами выдержать вот этого осадка и вот этого большого количества людей, поэтому у них немножечко работа в другую сферу. У меня пока что психика выдерживает такое количество накопившегося материала, который я и вам и отдаю. Поэтому заказывайте DVD с вебинарами, приходите на вебинар 2 марта. Те, кто закажут DVD и вебинары до 2 марта, 2 марта получат его потом в догонку. То есть вы можете не приходить на вебинар 2 марта, если вы заказываете там с 12 февраля по 2 марта, если вы закажете вебинары и DVD одним блоком, то я вам вышлю и после 2 числа бесплатно вебинар по депрессии. Поэтому вы можете сразу это заказывать, но если потом, то уже не вышлю. Поэтому приходите, я уверен, что тот осадок моей работы, который есть с моими клиентами, будет вам полезен, потому что 100% вы там себя найдете и найдете пути решения и упражнения, и своей маму, папу, брата, сестру, и увидите все эти взаимосвязи. Жду вас 2 марта и вас ждут знания здесь и в вебинаре. Все, что могу для вас сделаю. Пользуйтесь, пожалуйста. Ваш Алексей Красиков. До встречи. Увидимся. Пока.